Всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить и просто ответить на некоторые вопросы, которые связаны с одной темой. Тема будет у нас сегодня дружба. И это такая тема, которая заботит всех и всегда, в любом возрасте. Не нужно думать, что вы знаете больше, чем все остальные. Время идёт, всё меняется. Мне задавали некоторые вопросы на тему дружбы. И я отобрала из них всего лишь пять, потому что все они по смыслу, в принципе-то, похожи на друг друга. Первый вопрос звучал, как заводить друзей. Мне кажется странно вообще просто. Заводить друзей это не какое-то животное. Вы их не куда-то собрались заводить. Мне кажется, лучше здесь подходит, как находить друзей, как начинать дружить. И здесь я не советчик. И никто вам не будет советчик, потому что у каждого это индивидуально. Кто-то общительный, кто-то замкнутый, кто-то вообще не любит знакомиться ни с кем, но тем не менее имеет каких-то друзей. Это могут быть друзья родителей, это могут быть друзья сестёр, братьев, это могут быть в конце концов школьные, садовские друзья. Их находят везде и всюду. Как начинать дружить? Да здесь тоже особо ничего не посоветуешь. Но хочешь ты целенаправленно подружиться с кем-то? Подойди, просто заговори. Не нужно сразу, давай дружить. Можно, конечно, и так, и перевести это на шутку. Как-то потом всё само собой. Но не у всех и всегда это всё прокатывает. Я лично могу посоветовать только быть самими собой и не показывать, что вы соглашаетесь со всем, что говорит этот человек, с которым вы якобы хотите дружить. Не нужно показывать ему, что вы для него очень важны, что вы его боготворите. Потому что есть такие люди, которые очень хотят с кем-то дружить и просто не дают продыхнуть этому человеку. И человек уже не хочет с вами, соответственно, дружить. Потому что он видит, что вы для него как подстилка какая-то, да, об которую он вытирает ноги. И пользуется вашей добротой, пользуется вашим вниманием, вашим положением каким-то. Не нужно этого делать. Если вам что-то не нравится, вы просто берёте и говорите об этом человеку. Что мне это не нравится, я это не хочу делать. Дружба на то она и дружба, что ты понимаешь своего друга и ты принимаешь его таким. Если человек вас не принимает таким, какой вы есть, или не принимает то, что вам не нравится что-то, что-то вы не хотите, то это не друг. Это просто человек, которому от вас что-то было нужно. Как понять, друг или нет? Здесь тоже, мне кажется, всё индивидуально, но в то же время и всё просто. Вы поймёте, когда вы с человеком общаетесь, у вас нет никакой напряжёнки в отношениях, в общении. Когда вы общаетесь с человеком в любое время, и он вас может выслушать, и вы его, и у вас какая-то взаимоотдача, взаимопонимание, пусть не всегда, но всё равно после ваших встреч, разговоров, вы чувствуете, что всё именно так, как должно быть. Вот это дружба, когда никакие расстояния не мешают вам, когда вы можете общаться даже без визуального какого-то контакта. Вы уже знаете просто, что человек имеет в виду, почему такая интонация, что под этим спрятано. И здесь не значит, что вы знаете друг друга хорошо и долго. Я, допустим, с одной девчонкой, которой дружу до сих пор, но мы редко общаемся, и это не значит, что мы не дружим, мы не подруги, мы подруги, просто у каждого своя жизнь, тем более я нахожусь далеко довольно таким. И общались мы с ней буквально год, по-моему, если я не ошибаюсь, или два. Мы всё равно бы не узнали настолько хорошо друг друга, насколько мы знаем друг друга. Даже не то, что мы знаем друг друга, мы просто видим чувства друг друга, мы не скрываем свои чувства в первую очередь. И если мне что-то не нравится, я говорю так, как есть. И человек меня понимает и принимает это. Пусть ему даже это не нравится. Так же, как и мне может что-то не нравится, меня может что-то бесить, то, что она сделала, или подумала, или сказала. Но сквозь все свои эмоции я это принимаю, потому что я понимаю её. И я понимаю, что я в какой-то степени, может, сделала бы так же. И что это нормально. Когда вы научитесь просто понимать и принимать людей, нормальных людей, то и друзей становится больше, и общаться с людьми легче. Когда дружишь, уступаешь или это слабость? Ну, опять же, о том, о чём я говорила буквально только что. Да, уступаешь, но это не слабость, это проявление как раз-таки твоей доброты и твоего отношения к человеку. Это так же, как в отношениях мужчины с женщиной. Если мужчина не уступает женщине, то женщине он рано или поздно разонравится и перестанет быть нужным. Если вы видите, что человек не идёт на уступки какие-то, он всегда хочет того, чего он хочет, и не считается с другими людьми, значит, это не ваш человек. Потому что в дружбе, мне кажется, такого не должно быть. Как раз-таки за счёт того, что мы все разные, и мы можем на одно и то же действие реагировать по-разному. Поэтому глупо ожидать, что ваш друг отреагирует именно так же, как и вы. И потом, когда он отреагировал по-другому, вы неожиданно просто отреклись от него, да, либо поставили ему минусик. Это тоже глупо. Слабость как раз-таки, мне кажется, тогда, когда вы не принимаете это и не понимаете. Не понимаете того, что человек, он такой, какой он есть. Какая должна быть дружба? Ну, как сказать, какая должна быть? Да, обычная дружба. Вы можете и ссориться, вы можете не понимать друг друга, вы можете просто игнорировать время от времени друг друга. Такова дружба, она у каждого разная. Кто-то душа в душу дружит, там, друг друга в попу целует. Ни дня без друг друга не могут. А есть люди такие, как я, которые держат на расстоянии людей и приблизиться они могут ко мне только тогда, когда я этого хочу. Поэтому нужно смотреть по ситуации. Это дружба, когда вам комфортно, когда вы чувствуете где-то что-то не так, вы чувствуете, что вам что-то навязывают, вы чувствуете, что это не вы, это не дружба. Стоит прекращать такие отношения. Дружба должна быть легкой, когда вы можете поржать вместе и обидеться. Просто увидеться, посидеть, потрындеть. И это не для галочки, что вы дружите. Вы делаете это просто потому, что вам хочется. Ну вот как-то так, это на подсознании, наверное. И последний вопрос. Как иметь много друзей? О боже, зачем вам много друзей? Я не понимаю. Я лично никогда не стремилась иметь много друзей, но совру, если скажу, что мне никогда не хотелось. Очень хотелось. Особенно, когда я смотрела и увлекалась сериалом «Друзья». И в то же время я смотрела сериал «Беверли Хиллз», «Мэл Роуз» тоже, по-моему. И там много друзей. И за счет этого мне тоже хотелось иметь такую большую компанию. Причем смешанную. Парни, девушки и все такое. Но у меня такого не было. У меня были две лучшие подруги, которые остаются по сей день ими. И к ним еще добавляются некоторые подруги, друзья, с которыми я знакомилась на протяжении всей остальной моей жизни. Хорошо иметь, наверное, много друзей. Но нужно понимать, что когда много друзей, вас одного на всех не хватит. Соответственно, вы не успеете везде. Какие-то будут все равно отсеиваться. Но лучше иметь немного друзей. Лучше иметь одного, но хорошего друга. И хорошо иметь много знакомых. Особенно много связей. Вот это вот хорошо. Чтобы не распыляться между теми и этими, и нашим, и вашим. Будьте просто самими собой. И говорите то, что вы думаете. Если вам что-то не нравится, вы так и озвучивайте. Но имейте чувство такта. Потому что такие подружки детства, какие встречались мне иногда, конечно, таких подружек никому не советую. В общем, будьте добры к друг другу. И тогда вы найдете не только знакомых, не только связи. Будут у вас, а еще и друзья найдутся. Будьте не просто добры, а открыты душой. И не нужно ее открывать всем и назойливо. И не нужно просто со своими проблемами нестись к другим людям. Как-то это все должно быть постепенно, мне кажется, и дозировано. И мне кажется, так правильно. И действительно за счет этого зарождается нормальная дружба. Потому что вы не навязываете друг другу проблемы. И не постоянно капаете на мозг другому человеку, у которого и так своих проблем хватает. Так нельзя делать. Не все должны сейчас вот ринуться и решать ваши проблемы. Еще хороший совет могу дать. Посмотрите на себя со стороны. Как вы относитесь к людям. И вы поймете свои какие-то, может быть, недостатки. От чего вам, может быть, стоит избавиться. Что-то, может быть, наоборот приобрести. Почитайте книги на эту тему. Дружбы. Сейчас на какую тему только нет книг. В этом направлении нужно просто работать и не думать только о себе. Два друга, два мнения, две личности. И вы оба можете быть разными. Когда вы это все учтете и многие другие какие-то факторы, вы поймете, что такое дружба и как, в какой ситуации нужно действовать, что, как делать. Опять же, это мое личное мнение по этому поводу. Я надеюсь, я вам помогла хоть чем-нибудь. Пишите свое мнение в комментариях. Мне очень будет интересно почитать. И вообще, давайте порассуждаем на эту тему. Как вы все считаете, что такое дружба и как стоит дружить. Что стоит учитывать в эти моменты, именно моменты дружбы. И мне уже не терпится почитать комментарии. А я с вами прощаюсь. Увидимся обязательно в следующих роликах. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok